Первый, кто пришел ко мне, был выдающийся врач, профессор Мартынов Игорь Владимирович. Вторым, кто тут же это организовал, академик Мартынов, Анатолий Иванович, он в свое время был главным врачом этой больницы. Верткин Аркадий Львович, до ныне работающий заведующий кафедрой клинической фармакологии, я его называл, академика Савельева, академика Ашмарин, академика Самсонова Михаила Андреевича долгие годы, он был главным диетологом Минздрава Советского Союза, а потом Российской Федерации. Это он мне надоумил, сказал Вячеслав, напиши книгу о атеросклерозе и омега-3-жинокислотах. Хотя мир весь и занимается, но таких исследований, которые ты организовал, еще не было. Поэтому мы уже договорились в Российской Медицинской Академии на повышение квалификации врачей, особенно и провизоров, и врачей, включается программа «Биологические активные добавки». И с удовольствием, должен сказать, под руководством академика Петрова, это ректор Волгоградской Медицинской Академии, создан учебник для медицинских вузов. Это первое учебное пособие, допущенное и Минвузом, и Минздравом для этой категории. Именно по БАДам? По БАДам. Одну работу проводили с профессорами Московского онкологического института имени Герцена на нефтеперерабатывающем заводе. У них как профзаболевание предраковое состояние желудочно-кишечного тракта. Вообще много интересных было исследований, наблюдений. Особенно я хотел бы назвать работу, проведенной профессором Мейерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал три выдающихся заключения о полезности его биологически активных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессору Мейерсона Феликса Залмановичу. Это мирового класса звезда. И написал, что омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. И попытались мы с академиком Савельевым, профессор Яблоков, профессор Петухов. Они взяли что-то сделать консервативным методом через питание. И оказалось, что через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была заполнена бляшками, уменьшить вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средний год скорость кровотока увеличивалась на 100%. То есть это кумулятивный эффект очень высокий. То есть появляется возможность консервативным методом, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Здравствуйте, товарищи зрители. Я надеюсь, что вы смотрели прошлое видео с названием «Профессор Исаев. Почему люди болеют и как быть здоровым». Это была первая часть. Кто не видел, ссылка под видео. В этом видео продолжение интервью Исаев рассказывает важнейшие и интереснейшие истории своей практики, сотрудничества, исследования своих препаратов в ведущих клиниках с ведущими учеными и врачами, профессорами и академиками медицины и биологии СССР. А также вы услышите немыслимое о введении программы образования врачей по биологической грамотности на государственном уровне. Слушайте внимательно каждое слово. Эта информация реально может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких и сохранить здоровье и бодрость на долгие годы, продлить здоровую жизнь. Из уст великого ученого вы услышите, какие болезни можно лечить и на 100% не допустить, если учесть в своем питании эти жизненно необходимые компоненты, которых в наши дни нам из питания не хватает. И как жаль, что с разрушением СССР они, эти уникальные средства, не пошли в массы по государственной программе оздоровления нации, которую планировали. Хорошо хоть то, что сейчас в наши дни его наследие не уничтожено, сохранено, и вы уже сейчас можете пользоваться именно его, профессора Исаева, препаратами. Конечно же не по госпрограмме, так как у нас в стране уже как 30 лет капитализм. Но те счастливчики, то есть вы мои зрители, кто теперь знает об этом, и для тех, кто пожелает, скажу наперед. И не один раз придется повторить голосом и текстом по ходу видео, поскольку есть много невнимательных людей. Чтобы приобрести все эти препараты, оздоровительные программы профессора Исаева, вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Она будет стоять второй сверху после ссылки на прошлое видео Исаева. Первую часть интервью. Приятного вам просмотра. Мы проводили эту интересную работу в Центре гинекологии, акушерства и перинатологии. Во втором 3 месте беременные женщины испытывают такое болезненное состояние, иногда гистозы. Это сочетание гипертонии, протеинурии и отечности. И оказалось, что это все результат нехватки именно докозы гексоеновой кислоты. Когда стали давать по 3 грамма в день этим женщинам, через полтора месяца они забыли про все это. Они сами были здоровы и родили крепких ребятишек. То есть нужно относиться, конечно, очень внимательно. Или профзаболевания. Мы одну работу проводили с профессорами Московского онкологического института имени Герцена на нефтеперерабатывающем заводе. У них как профзаболевание предраковое состояние желудочно-кишечного тракта. И когда Елена Николаевна Сотникова предложила две наши добавки использовать в комплексе, такую мы работу сделали. Там продукт марина, как источник минеральных составляющих, особенно йода, без водорослей, основной составляющей, пищевая клетчатка и эйконол. Через два месяца приема этими людьми вероятность перерождения в конечную форму болезни уменьшилась в четыре раза. Вообще много интересных было исследований, наблюдений. Особенно я хотел бы назвать работу, проведенной профессором Мейерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал три выдающихся заключения о полезности в биологистике активных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессору Мейерсона Феликса Залмановичу. Это мирового класса звезда. Он сейчас в Америке уже уехал из страны. Первый, как он говорит, я порезал 1700 крыс. Все-таки убеждаю, что это достоверно, правда-неправда. И написал, что омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть я, говорит, всю жизнь занимаюсь этим поиском. Я не встречал ни одного даже сильнодействующего химического препарата, способного вот настолько защищать организм. Второй вывод он сделал, это порог электрической стабильности сердца повышается в 2-3 раза на этих животных. Но это люди, которые, как говорят, у них аритмия. Они метеочувствительны. Вот эту метеочувствительность, оказывается, можно уменьшить. Исключить вот эти факты остросердечной недостаточности. Предупредить употреблять эти продукты. И третий, он животное вливал двойное количество крови, пытаясь создать модель гипертонии. И он, говорит, я удивился, я не мог. Даже при удвоении протока крови давление не менялось. За счет того, что у вас дилатация была, да. Расслабление сосудов, эластичность их выросла, снизилась ляскость крови. И оно помещается вот в этих сосудах даже двойное количество крови без повышения давления. А потом мы проводили одну исследовательскую работу в Первой Градской больнице с хирургами. Ну, облитерирующие атеросклероз сосудов конечности. Но это опасное заболевание, как правило, 5-6 лет. И формируется уже гангрена. И попытались мы с академиком Савельевым, профессором Яблоков, профессором Петухов. Они взяли что-то сделать в консервативном методе через питание. И оказалось, через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была, в общем-то, заполнена бляшками, уменьшить вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средняя скорость кровотока увеличивалась на 100%. То есть это кумулятивный эффект очень высокий. То есть появляется возможность консервативными методами, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Поэтому, если посмотреть, сегодня, скажем, у нас в стране зарегистрировано 7,5 тысяч биологически активных добавок. Не все они российского происхождения. Далеко не все. Не все, да. Да, далеко не все. Вы правы. Но у нас занимается производством биологически активных добавок около 180 предприятий. Есть большие, есть малые. Но потребляет у нас население всего 3% системно потребляют биологически активные добавки. В Соединенных Штатах Америки, вот я там беседовал, 80% потребляют. В Японии 90%, в Европе 50%. Это стала необходимостью. И вот сейчас я уже понимаю, говорю людям, что сегодня в цивилизованном мире ни один человек не может прожить без биологически активных добавок к пище. И это не дань моде. Это необходимость. Изменились условия, в которых мы живем. В природе нет достаточного количества нормальных продуктов того, что необходимо человеку. Человеку надо помочь. Мне кажется, мы можем говорить о группах продуктов достаточно продолжительно. Но то, что люди, которые пытаются сгруппировать, чтобы человек получил весь комплекс необходимый, в зависимости, какие системы ему нарушены для поддержания или коррекции нарушенного гомеостаза. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд. И сделайте хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Конечно, я думаю, что самое важное первое – это образовательные программы, чтобы люди больше знали. И образовательные программы для врачей. Все-таки сегодня знают об организме больше всего, если взять специалистов, врачи. Но только у них в учебных программах нет такого предмета биологически активной добавки. И они иногда из-за того, что не знают сами, не могут порекомендовать. В этих случаях они скажут, ну, попытайтесь найти литературу какую-то почитать или инструкцию по применению. Или же скажут, да, это бесполезный продукт. Это самый худший вариант. Поэтому мы уже договорились в Российской медицинской академии на повышение квалификации врачей. Особенно и провизоров, и врачей включается программа «Биологически активные добавки». И с удовольствием, должен сказать, под руководством академика Петрова, это ректор Волгоградской медицинской академии, создан учебник для медицинских вузов. Это первое учебное пособие, допущенное и Минвузом, и Минздравом для этой категории. Именно по БАДам? По БАДам. Это интересно уже. Она, скажем, не в полной мере отвечает, как я. Но я разговаривал с Петровым, разговаривал с тем, кто издавал. Надо было сделать хоть как можно быстрее выйти. Во втором-третьих изданиях оно будет еще больше совершенства и соответствовать правильно, потому что мало еще люди знают, но будет формироваться. И вот у меня, скажем, вот здесь есть одна книга, она называется «Незаменимые факторы питания и физиологические аспекты их действий в организме человека». Я считаю, что эта книга должна быть в каждой семье. Это читай и понимай, что такое твой организм. И почему могут быть нарушения, чего не хватает, как это компенсировать, в каких продуктах, сколько есть вот этих незаменимых факторов питания. То есть, сперва, через пищу, а когда есть, ну, какие-то еще более глубокие нарушения, или же, скажем, предстоят высокие нагрузки, то применяйте биологически активные добавки как обязательное. Ну, особенно, скажем, вот для детей. Мы такую интересную работу провели в Московском государственном университете имени Ломоносова на кафедре физиологии человека с академиком Ашмарином Игерем Петровичем. Это выдающиеся ученые мирового значения. И это возникла, у нас такая необходимость этого исследования, после того, как-то диспетчера свели в одном эшелоне самолеты, и они разбегались, столкнувшись, чего не должно было быть. И это все физический фактор, человек, объем информации, который пополняет его мозг, он был выше его адаптационных возможностей. И он не воспринял, забыл, что там уже у него есть, он туда же еще один самолет поместил. И мы решили, а можно ли помочь этим диспетчерам, чтобы повысить толерантность к умственным нагрузкам. Мы отобрали группу студентов, разделили на две части. Одним давали омега-3 жирной кислоты, это был эфирол. Второй группе давали плацебо, растительные масла, по 3 грамма. Плацебо – это пустышки, да? Плацебо – плацебо – плацебо – плацебо – и там были простые компьютерные тесты, цифры. И надо было запоминать и расставлять. Могло быть правильное решение, ответ. Могло быть неправильное решение. Могло быть замедленное. То есть медленно думал, но правильно сделал. Вот три оценки были. Через один месяц группа студентов, младших научных сотрудников, которые принимали омега-3 жирные кислоты и эфирол этот, у них число ошибочных решений уже было на 25% меньше, чем в другой группе. И тогда вот появилось заключение академика Ашмарина Игоря Петровича о том, что вот эти кислоты повышают толерантность к умственным нагрузкам, улучшают операторские способности и оперативную память. Ну, наши дети ведь приходят в школу, сперва они беззаботные, вдруг нагружают, они не успевают, потом начинают уставать, нервничать. Вот чтобы вот это уменьшить процесс, надо, чтобы в их питании обязательно были эти омега-3 жирные кислоты. Раньше детям, наверное, вот старшие люди старших возрастных групп помнят, родители давали рыбный жир. Но тот рыбный жир был, это печёночные рыбные жиры, были источниками витамина А и Д. Потому что без витамина Д никакие кости не будут у нас расти, а кости живут 5 лет, их тоже надо сменять. А кальций и фосфор садятся на аминокислотную основу, из которых состоят кости. Основа кости – это всё-таки белки, параминоглициновый комплекс аминокислот. И к ним присоединяются тогда молекулы фосфора и кальция. Одна фосфора, две кальция. Но в присутствии витамина Д. Человек тоже может формировать через кожу под воздействием солнечных лучей витамин Д. Но мы же в северной стране. У нас, смотрите, закрыты. У нас видно вот это лицо и только вот эти кисти рук. У нас ничего не видно. В тёплых краях там есть такая. Поэтому у нас нехватка острой этого витамина Д. Надо принимать. Как и витамина А. Витамина А главная. Все знают, что зрение обеспечивается витамином А. Но мы больше получаем про витамин А. Но не сам витамин А. А витамин А вот находится в жирах печени. Вот нам их давали. Про жирные кислоты родители наши не знали. Это, в общем-то, открытие. Ну, последние 25 лет. Мировое открытие роли омега-3 жирных кислот и где они находятся. Вот я сказал, это не печёночные. Печёночные нам не подходят. Потому что печень является как фильтром в организме ещё. И там накапливают все токсичные вещества. Вот как и лекарства, когда принимаем. Или же вот дышим отравленным воздухом. Они все там накапливаются. И они разрушают. И в треске, который донный вид рыб, всё, что сбрасывается тяжёлого, уходит на дно. И они обитают. И поэтому печень содержит много токсичных веществ. И всё время идёт борьба разрушить, не разрушить применение питания детей. Да, поэтому мы сейчас научились методами молекулярной дистилляции очищать хотя бы эту печень, чтобы вернуть безопасность этого продукта. В общем, много таких интересных работ. И наших выдающихся учёных, биологов, физиологов, медиков, я вам назову, вот за годы, ну, 20 лет примерно, как я сказал, первую добавку мы сделали. Да, 20 лет получается. Вот за 20 лет. Первый, кто пришёл ко мне, был, ну, выдающийся врач, профессор Мартынов Игорь Владимирович. Вторым, кто тут же это организовал, академик Мартынов, Анатолий Иванович, он в своё время был главным врачом этой больницы. Вёрткин, Аркадий Львович, до ныне работающий, заведующий кафедрой клинической фармакологии. Я вам называл, академика Савельева, академика Ашмарин, академика Самсонова Михаила Андреевича долгие годы, он был главным диетологом Минздрава Советского Союза, а потом Российской Федерации. Это он мне надоумил, сказал Вячеслав, напиши книгу о теросклерозе и омега-3 жирных кислотах. Хотя мир весь и занимается, но таких исследований, которые вот ты организовал, ещё не было. Оно нужно всем, врачам и людям. Они друг другу будут помогать. Мы должны жить долго. Я сам уже сейчас понимаю, если мне перешли какой-то барьер жизненного возраста своего, то потом легко. Я думаю, что 20 лет мы будем жить. И американцы мне задавали вопрос, и у нас очень много, которые я не тронул. Ну, люди с избыточной массой тела и с ожирением. Их много, оказывается, у нас. Из-за нарушения вот именно образа жизни и характера питания. И они пытаются быстро нормализовать свой вес. Я хочу сказать, что адаптационные возможности нашего организма не превышают возможности изменения массы тела больше, чем 400 грамм в неделю. Полтора килограмма в год. Любое средство, которое ускоряет этот процесс, оно опасно для организма. Потом организм снова наберёт эту массу тела. Потому что это неестественно. Иммунная система не может воспринять вот этот быстро изменяющийся вес как свой собственность. Она начинает атаковать. Мы сами себя начинаем губить. Поэтому вот с этим нужно быть очень осторожным. И вот источники пищевой клетчатки, они могут быть и животного происхождения. Ну, это коллаген единственное, что есть в животном происхождении. Остальные это пектины, альгинаты растительного, морского происхождения. Или вот фруктовые и овощные, свекловичные, яблочные. И вот их надо принимать, но именно с рекомендацией умеренного. Потому что даже если 400 грамм, за год можно уменьшить массу тела, не подвергая себе опасности, на 18 килограмм. Это много. Но именно вот в таком режиме. Что ж, уважаемые зрители, не поленитесь написать под этим видео пару слов, как вам понравилось. И это продолжение интервью с профессором Исаевым. Его информация, эти знания. Хотите ли вы услышать еще записи с профессором Исаевым? Если да, и комментариев об этом будет много под этим видео, то будет и новое видео. Пишите, не ленитесь. Подпишитесь на мой этот канал, если вы еще не подписаны. Проверьте, кстати. Нажмите на колокольчик. Выберите все сообщения, уведомления. Чтобы не пропустить выход очень важных новых видео. И чтобы вам приходили уведомления об этом. Внимание! Кто захочет приобрести препараты профессора Исаева, те самые его родные, сверхэффективные, заходите по ссылке на страничку с препаратами Исаева и выберите то, что сочтете нужным. Прочтите внимательно описание под каждым препаратом. Читайте, как применять, как принимать, сколько нужно на месяц. И главное, под каждым препаратом есть внизу такая надпись крупными буквами. Скачать дополнительную информацию. Там даны методики, программы по разным заболеваниям. И они будут все пополняться. Поэтому периодически смотрите эти папки. Не забудьте посмотреть и другие видео профессора Исаева и видео о его изобретениях и о нем. Прямо под этим видео я оставлю вам ссылки на эти видео. Посмотрите их непременно. И не переживайте те люди, кто находятся не в России, а за границей, но захочут приобрести эти препараты. Сделать это можно будет весьма просто. Послушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.